Баланс победой. Прежде всего, оцени игру команды и свою сегодняшнюю матчу. Игра команды была сегодня хорошая. После шестидесятой минуты мы все выровняли, начали забивать. До шестидесятой у нас ничего не получалось. Мало чего получалось. Объясните, когда Бохов забил первый гол, побежал на трибуну, взял матчу 15 номер. Это с чем связано? У нас парень, Нарек Григориан, он заболел. И сейчас он лежит в больнице, поэтому он свой гол посвятил ему. Хорошо. А что вы планируете перед стартом вторым кругом? Чем заниматься? Тренировки готовятся, чтобы еще лучше себя показать. Ну а отдых? Ну да, отдых будет недельно. Поедете? Да, отдохнем. Хорошо, спасибо. Игорь Михайлович, с победой. Мы привыкли, что на второй тайм команда заряжена, а в этот раз заряжена на борьбу. А в этот раз получилось, что команда пропустила. А футбол? Понятно, что это футбол. Самое главное, что первые шестьдесят минут мы вообще, по-моему, не хотели играть. У нас ни движения не было. Ошибки просто, ни мысли, ничего не было. И самое, что интересно, этот пропущенный гол, который мы, я считаю, сами себе забили, он кардинально повлиял на игру. Мы включили скорость и совершенно по-другому начали двигаться, бороться. И, в принципе, в течение, я сейчас точно не помню, но в течение десяти минут, в принципе, мы решили исход этого матча. В целом, первый круг понравился вам? Как организация турнира и как ваша команда его понравилась? Ну, то, что касается организации, конечно, надо все на высшем уровне. Конечно, отдать должное, огромное спасибо организаторам, что мы участвовали в этом турнире. А то, что касается наших результатов, то, что касается турнирной таблицы, ну, конечно, да, там, мы вверху, это приятно, конечно, это стимулирует. Вот. А то, что касается качества игры, конечно, ну, сейчас перерыв, я думаю, нам пойдет на пользу. Будем работать, конечно, в качестве игры хочется гораздо лучшего и большего видеть, поэтому будем работать. Сейчас перерыв как будет построен до старта второго? Сейчас у нас 10 дней перерыв и все, мы заезжаем на сборы и готовимся ко второму кругу. Давид, ну, что не получилось в сегодняшней игре? Команда после старта второго тайма сразу забила гол, ну, а потом как-то три гола пропустила. Почему? Я считаю, что в первом тайме мы очень много номинировали. У нас было очень много атак, выхода один на один, не забили. Команда после углового забила гол. Во втором тайме мы вышли тоже. Нас тренер футбогрил, мы забили гол, но после гола мы расслабились и дали инициативу команде. Вообще команда в первом круге сыграла ниже своих отборок? Ну, я считаю, да, мы очень много можем. Команда довольно неплохо начала. Первый тайм, даже был голевой момент у Раджабова. И второй тайм был за ней. Ну, что все-таки получилось? Первый тайм равная игра была, да, пропустили с углового, чуть не досмотрели. Где-то невнимательно. Сыграли в обороне. Да, был момент, не забили. В итоге второй тайм безалапенно сыграли сзади, да, допустили ошибки, были разрывы в линиях. Также проиграли подборную и, соответственно, запустили такие голы. Первый круг команда как собирала? Ну, отрезок был хороший в начале, да, там, 4 игры, там, без поражения, да, хороший темп набрали. Но потом чуть-чуть что-то где-то сломалось, где-то чуть неуверенно сходили в силах своих, да. И привели к такой концовке, к такой концовке привели, да. Ну ничего, сейчас отдохнем и будем готовиться к началу второго круга. А вот не было сегодня двух Тимуров, которые один был лучшим игроком в Саваткурах, потому что другой лучший бомбардир в команде с Человеком. Да, два Тимура у нас пропускали по причине этого перебора желтых карточек. Вот, и тот, и тот. Конечно, это два лидера, да, которые ведут нашу игру, да, которые именно населяют две инициативы. Где-то впереди креативность, от них исходит сзади по надежности, соответственно, у другого защитника. Не было сегодня на поле, на самом деле, лидера, да. Хотелось бы, чтобы футболисты, когда выходили, проявляли лидерские качества, да, кто-то в каких-то тяжелых ситуациях брал игру на себя, брал вот эту ответственность. Хочется, как бы, чтобы это у нас в команде было больше таких футболистов. Ну, и, конечно, чтобы ребята вели за собой, да, команду и даже при плохих ситуациях, да, при плохом счете брали на себя ответственность. К сожалению, нам сегодня такого не было. Пропустили второй, третий гол, руки опустили. Это, конечно, очень понравилось. Как бы, хочется, чтобы инициативу провели побольше на себя. Спасибо.